Доброго всем дня, дорогие мои подписчики, зрители, гости моего канала. Спасибо вам за то, что вы со мной, что смотрите, комментируете, ставите лайки, дизлайки. Короче, спасибо большое. И снова я с вами, Георгий Славянко, на своем канале, сделал сам, делюсь народом. Так как у меня, это я пытаюсь оправдаться, сам для себя хочу оправдаться. Так как у меня сгорел контроллер 405 CTR с 7 дюймовым квадрокоптером. Я задумал, что надо же как, мне понравилось летать на квадрике по ФПВ, ну и надо же что-то приобрести. Поэтому заказал один контроллер, меня послали, поэтому как бы по этой лавиной пошла. Заказал второй контроллер, пришел, моторы, рама. Ну и теперь хочу с вами поделиться, что это собой представляет, как его собрать. Потому что я посмотрел в интернете, говорится про мониторинг ситуации. Да, есть те, которые рассказывают, ну в основном англоязычные. Русских я, честно говоря, не нашел. Может быть и есть, я ничего не хочу сказать. Но те, кто рассказывает гуру от ФПВ квадрокоптеризма, так еще ничего не рассказывают для себя. Все нормально, все отлично. Здесь припаял, там прицепил, там прикрутил, там эх. А все остальное можете найти там где-то у меня есть. Где хрен его знает? Ну где-то есть. Поэтому начинаешь лопатить интернет, можно найти, но время потеряешь очень много. Поэтому я постараюсь, как говорится, разжевать, рассказать, как я буду собирать и что свое представляет. Значит, первое. Моторы ифлайновские 2207 на 1800. Взял 1800 с таким расчетом, чтобы можно было использовать аккумуляторы И4С и И6С. Конечно, 1800 КВ. Аккумулятор будет работать более эффективно. Это 6С. Но если вы хотите, чтобы эффективно работал аккумулятор 4С, то необходимо брать моторы с КВ более 2000. Контроллер полета, стек, мамба, F400, 5-й, МК, контроллер и регулятор 4 в 1. Регулятор на 40 Ампер. Не буду я тут умничать насчет характеристики и прочее. Я уже немножко рассказывал про него, поэтому если интересно, можете посмотреть. Хорош он, плохой. Могу только одно сказать. Сколько людей, столько мнений. Даже взять тоже F400, 5-й. Одни говорят, что он великолепный, другие говорят, что он не очень хороший. Для меня он, 405-й ЦТР, он для меня не был хорошим по той простой причине, что он пытался куда-то мой квадрокоптер увезти в неизвестном направлении. Не получалось мне на нем летать. Не потому, что я такой криворукий. Но я просто его настроил. Я до этого летал на 450. Он плавно летает. Правда, он у меня падал, переворачивался. Но там проблемы были в регуляторе. Я эту проблему как бы решил. А вот здесь он не получается и все. То есть я как бы ее не настраивал, день не настраивал, толку никакого не было. Поэтому сказать хороший, плохой, это только после того, как поставишь. Потому что читая даже форумы у Жени The Best, кажется, я не помню, как он называется. Ну Женя, вот форум у него читаешь, нормальный форум. Там описывают такие странности со своими квадрокоптерами, что дальше некуда. Поэтому если вы решили взять такой, то берите. Вот и я. И один момент. Я когда рассказывал про данный контроллер отдельно, там я сказал, что нет шины I2C, нельзя подключить компас. Есть здесь два контакта, специально для подключения компаса. Так что я там ошибся, извините. Ну это в комплекте шло. Дальше разъем шел, XT-60. И вот, как говорится, характерная жадность китайцев. Это же надо было додуматься, прицепить вот такие 4-х сантиметровые VGA-шные кабели на 14, VGA-14. Вот голова есть на плечах, чтобы такие кабели дать? Не знаю. Ну есть еще вот такой шлейф и вот такая пластинка, на которой вновь начинающие летать на квадрокоптерах и пытаются собрать самостоятельно, будут тренироваться для того, чтобы научиться паять перед тем, как начинать паять сам контроллер. Ну, мне это не надо, я уже это прошел, поэтому, еще в детстве, поэтому это мне не надо. Дальше, две бумаженцы, спецификация вот здесь вот, спецификация на стек, то есть что собой представляет, какие вот UART порты, дальше прошивка, конфигурация, файл. Ну, это ссылка, QR-коды на, сейчас модное слово, QR-код, QR-коды на инструкцию на руководство, ну, инструкция, наверное, я не заходил, не смотрел, поэтому, если кому-то мало, это, ну, можете зайти, там, в принципе, увидите то же самое. И вторая бумаженца, это тоже спецификация на стек, регулятор, регулятор, да, 4 в 1, 40 амперный, ну, он от 3 до 6С, липо. Сюда тоже можно 6С прицепить. Ну, и рама, Mark IV, могу сказать только одно, пока она мне нравится, как она будет себя вести в воздухе, я пока не знаю, но я хочу все-таки собрать квадрокоптер, не для того, чтобы тут фристайлить верх ногами и прочее, просто вот плавненько, как говорит, блинчиком полетать. Итак, что касается установки моторов, значит, сразу говорю, здесь необходимо немножечко разработать, но я разработал именно круглым надфилем, прошелся, чтобы входили винтики, потому что так винтики не входят, не входили в всяком случае, сейчас нормально они заходят. Это первое, что я сделал, и еще, так как у меня нету накладок на концы лучей, поэтому я их, как видите, обработал циокриновым, ну, клей. Ну, есть еще космофен, бутылочка побольше, ну, я такой обработал, чтобы случайно при ударе они не расслабились, хотя я не планирую, ну, планы одно, а жить совсем другое. Так, затем устанавливаете, да, и когда будете закручивать, смотрите, чтобы винты не были слишком длинные. Почему? По той простой причине, что если вы будете длинными винтами крутить, то может получиться то, что они выйдут, и вы повредите статор. Ну, имеется в виду не то, что статор, а повредите обмотку. Раз повредите обмотку, ну, будет короткое замыкание, межвитковое замыкание, и это все приведет к тому, что ваш аппарат никуда не полетит, и придется потом моторы или перематывать, что я, кстати, тоже уже делал, правда, не такие моторы, а 2212 на самолет, ну, если кто интересуется, ролики могут посмотреть. Сложно, конечно, ничего нету, но такие моторы, кстати, я не перематывал, поэтому я не знаю, удастся ли такие, хотя, разницы-то особо и нету, какие моторы перематывать. Моторы, они и в Африке моторы, да, и один еще из моментов, что желательно, ну, здесь уже есть вот этот фиксатор резьбы, а так он, желательно, чтобы он все-таки был, потому что, ну, могут открутиться. Ну, и закручиваете, хорошо закручиваете, потому что я как-то летал на своем 450-м, и в одно прекрасное время обнаружил, что он держится всего лишь на двух винтах. А куда делись еще два винта, история умалчивает. Так что вот так зажали, закрутили, ну, вот так мотор стоит. И аналогично делаете, еще два мотора ставите. Ну, все, не прошло, говорится, и пяти минут, как моторы стоят на месте. Вот так они здесь стоят, закреплены. Значит, использую, если у вас нету, в винтах не нанесен этот фиксатор резьбы, как-то называется, лактайт или что-то в этом роде. У меня вот обыкновенный вот такой, 242-й или 243-й, то есть без разницы. Они, кстати, нормальные, я уже заметил. Почему используют синие, тоже для общего развития скажу, потому что, если вы будете использовать красные, вы зубам и не оторвете. Придется греть, нагревать и прочее. Поэтому желательно, не желательно, а советую. Потому что всякое может быть в жизни. Мотор заменить или еще что-нибудь, чтобы можно было потом его открутить. А с красным будет проблематично. Вот так как-то. Так что моторы стоят. Ну, теперь останется ставить регулятор, контроллер и все остальное впереди у нас. Так, все, накручиваем гаечки. Чтобы они не потерялись. Да, моторы все с правой резьбой, а не с левой. То есть обычно, ну как, обычно так делается. Потому что есть, но я, кстати, не встречал. Для чего это делается? Потому что у нас же двигатели крутятся вот так. Эти сюда, эти сюда, вот так вращаются. И понятно, что один против резьбы, а другой по резьбе. Поэтому вариант, возможно, такой, что может открутиться. Поэтому надо закручивать хорошо. И тем более гайки, они как бы сами фиксирующиеся. Ну, а чтобы сделать, чтобы было примерно вот такие его бульбашки. Я беру сначала вот таким флюсом, прошелся на мазюкал. А потом вот такой припой с канифолью. Не китайский, а нашего производства. Затем беру паяльником, нагреваю. Ну, здесь посложнее. Хоп, есть. Потому что здесь не фазные, а большие. Потому что там, мне кажется, сквозные. А здесь легче. Легче. Сильно гореть тоже не надо. И дорожки отвалятся. Все. Вот так. 30 секунд. И все вот таким способом сделано. С обратной стороны не обязательно. Это если бы, например, вы с обратной стороны, то можно было бы с обратной. А так достаточно с одной стороны. И затем уже устанавливать, сюда припаивать провода от моторов. Теперь следующий момент. Значит, когда устанавливаете, во всяком случае, в любом случае, вы сначала поставите регулятор. Но. Не забывайте, что перед у нас там. Можно, конечно, потом перенаправить, куда он смотрит этот контроллер. Но зачем это надо делать? Когда можно сразу сделать. Поэтому, когда будете готовы, установите регулятор, припаиваете провода, и поймете, что у вас все наоборот. Вот это не перепутайте. Поэтому сразу, когда устанавливаете, сразу позиционируете так, чтобы потом не было мучительно больно заниматься ерундой. Так. Понятненько. Ясно. Уже определились. То есть он должен быть шлейфом вперед. Вот так. Вот я только что поставил. Вот шлейф, он должен быть вперед. Вот разъем, шлейф и стрелочка. Должен быть вперед. Следующий момент. Когда устанавливаете конденсатор, то тоже смотрите как. Если вы его так поставите, то он, возможно, сверхняя и верхняя крышка не накроет его. Дальше. Если вы поставите его так, то вы сюда ничего уже не залепите. не установите никакой передатчик, ничего. Потому что будет места мало. Я вот хочу вот такой передатчик сюда. Акекей с DVR приспособить. То есть надо как-то его делать так, чтобы он не мешал. То есть заранее продумывать все эти моменты. Они в последнюю очередь. А потом перепаивать и переделывать. Да, кстати, один из моментов. Тоже сюда же. по поводу сборки рамы. Я случайно перепутал и с этой стороны нанес вот этот фиксатор резьбы. И когда начал откручивать верхнюю рамку вот сюда. Начал ее откручивать, то вышло то, что я ее не могу открутить. Я снял, сорвал, короче, грани шестигранника открутить таки не смог. Поэтому пришлось мне высверлить, вытащить и новую установить. Хорошо, что в комплекте есть еще одна такая же стойка. Поэтому тоже обращаю внимание, что на верхнюю, по верхней части не надо заливать фиксатор резьбы. Он, в принципе, поверху и даром не нужен. Ну, получилось как-то так. То есть можно, конечно, здесь бывают такие, они как прозрачные, прямо приклеивается на луч и в него вставляются провода. Ну, я что-то хотел заказать, потом отказался, а потом начал искать, забыл, как она называется. Но я постараюсь найти и ссылку сбросить. То есть, если у кого-то вот этого нету, то можно заказать. Они удобнее, они сразу будут приклеены к лучу и не будет вот этого болтания. А так их придется еще или приклеивать на что-то, к лучу, на двусторонний скотч, или прижимать стяжкой. Ну, чтобы они не болтались. Потому что везде, где-нибудь зацепил заветку, они будут болтаться. А раз болтается, значит, есть такая возможность вырвать провод от мотора или оторвать провод от регулятора. Да. И с двух сторон я одел термоусадку. Ну, вот такая вот термоусадка. Ну, для чего я ее сделал, потому что края, даже если вы будете ее паяльником там, некоторые рассказывают, паяльником прижечь и все будет нормально. Да, он прижимается паяльником. То есть, он плавится. Но все равно он заплавляется к концу. А вот, чтобы потом он нормально, он все равно будет распушиваться. так что, как-то вот так. Ну, я чуть похоже продемонстрирую. Буду на следующий дел в лучах, я покажу, как я это все сделал. Так, следующий момент. Когда будете припаивать сюда провода, то обязательно имеется в виду вот папу, спрятавшийся папа, то вы наденьте на маму, потому что, если вы будете паять, он все-таки пластик, и он начинает его вести в разные стороны. Поэтому вы одеваете, припаиваете, а потом уже будете снимать и, ну, как надо держать, устанавливать туда, куда же вам необходимо это поставить. Вот этот еще момент, учтите. Ну что, нарезал я вот таких 7-сантиметровых трубочек. Ну, имеется в виду этот не трубочки, но она, видите, у нее способность вот такая вот. То есть, они как чешуя, не чешуя, а шкура змеиная. И поэтому они спокойно одеваются наверх проводов. ну и укладываешь его, не в ряд лежали. Потому что когда уже подсоедините и движки не будут крутиться не в ту сторону, можно, конечно, потом взять отпаять и два провода перепаять местами любые на тех движках, которые крутятся не в ту сторону, которая вам необходима. Тоже вариант такой. Ну, это все можно сделать был хэли-сьют. Спокойно заходите, ставите реверс, и не надо заниматься анахронизмом, как это все до этого я тут делал, мой товарищ делал на самолетах, когда обыкновенные вот эти желтые симонковские регуляторы. Так, конечно, как говорится, геморренно это все вытащить отсюда, но вот кстати до этого я вытаскивал без проблем, сразу выходило, а как только начинаешь снимать, начинается какая-то блин, ерунда нафиг, вечно какие-то проблемы, не только в этом, в любом, вот так одел, здесь кстати в конце есть термоусадка, ну примерно я прикидываю вот, вот на такое расстояние, все, теперь беру, я уже отмерил их, по одному сантиметру вполне достаточно, лишнего здесь тоже даром не нужно, и затем одеваю, для чего я это делаю, для того, чтобы потом вот эти края они не распушились, да и с точки зрения как бы эстетики тоже симпатичнее это все выглядит, красивее, когда края чисто за термоусажены, так, теперь беру снова второй такой же отрезаю, где-то там измерено на эту сторону точно вот так одеваю, вы же меня простите, что я тут разжевываю, но я больше уверен, что это конечно для новичков, которые впервые этим занимаются, которые уже это делали, это уже не интересно, хотя я кстати смотрю, хотя это я и делал, любой человек, который этим занимается, делает, можешь найти очень много чего полезного, потому что ты так делаешь, он по-другому делает, хотя есть упертые, он будет делать неправильно, но будет делать, вот он стоять будет на своем, наплевать на все, мне вот, я так делаю, все остальные неправильно делают, ну, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому я стараюсь, оно может быть конечно, ну это чисто с точки зрения можно и так оставить, а можно и дальше запихать, с точки зрения, как говорится, красоты, люблю, чтобы было аккуратно, красиво, у меня если не получается с первого раза, я потом могу разобрать весь новый квадрокоптер и по новой пересобрать его, ну что получилось, так как, чтобы не нравилось, вот так можно сказать, так, ну а теперь берем фен, можно, у кого есть зажигалка, ну зажигалки, хотя это силиконовые провода, они не поплавятся, ну мне проще феном, раз есть фен, почему бы не зафенить это все, сделать по фене, температуру я ставлю где-то сейчас, 164 градуса у меня сейчас стоит, можно конечно чуть побольше, вот 196, снизу, сверху, все, вот так получилось, вот у меня уже остался только один, а потом останется только припаять, но еще я не придумал как их закрепить, или на двусторонний скотч, сюда снизу прилепить, ну и на двусторонний скотч, только надо сходить купить ее тонкий, потому что я начал искать на Алиэкспресс, у нас в магазине дешевле купить, чем идти заказывать на Алиэкспресс, и ждать потом целый месяц, пока она придет, а бывает и больше, мне вот эта штуковина шла почти 3 месяца, ну вот так как-то, вам нравится? Мне да, ну и получилась вот такая, можно сказать, красотень, с моей точки зрения, ну а как, кому, ну я больше уверен, что кому-то не понравится, кому-то понравится, что я хочу сейчас над чем остановиться, значит смысл в чем, что я провода буду заводить именно вот так, сверху, на фазы заводить вот так, во, и вот так, во, я думаю, что у многих возник вопрос, а почему бы не снизу, а снизу получится, черти попало, вот что получится, ну можно конечно вот так как-то ее завести с этой стороны, ну снизу получается не очень по фэншую, а получается по хершую какому-то, не очень выходит красиво, да, еще один из моментов, когда будете паять вот этот крайний провод, то его надо паять на край, потому что здесь еще необходимо будет пристроить вот эту силиконовую просталку, почему, потому что вот стойки, вот эти, они будут становиться, если их не ставить, то они становятся на вот эту же лизячку, радиатор, это на радиатор, крен не узнает, на радиатор не похоже, ну наверно радиатор какой-то, но только радиатор стоит на вот этих четырех, на четырех слонах, можно сказать, на четырех микросхемах, на, только я не пойму, что за микросхемы, мосфеты, не мосфеты, ну не буду я отдирать, поэтому я не могу сказать точно, поэтому я вот таким способом и решил припаять, ну а все остальное, как видите, получилось довольно, ну мне нравится, я думаю, и вам понравится, нравится, не нравится, говорит, терпи, моя красавица, крылатое выражение снова стало, путинское, и так, я припаял на регулятор, но советую сначала припаять провода и конденсатор к регулятору, но еще раз говорю, размещайте так, как вам будет удобно, чтобы потом, говорится, мучительно не было больно, за то, что вы сюда уже ничего не вставите, если у кого-то там вистое и прочее, поэтому исходите из этого, ну я вот такие провода сделал, примерно прикинул, так вот, если поставить верхнюю пластину и вот сюда положить аккумулятор, то я думаю, вполне будет достаточно для того, чтобы можно было подсоединиться к проводам, которые идут на регулятор, так что, вот так, ну а теперь будем, буду точнее припаивать все остальные провода по аналогии этого, здесь снова ничего нету, я уже, а я показал вам, ну то, что не показал, ну я просто здесь танцы с бубнами был, не знал, как его лучше прилепить, так, 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 ну, прилепил так, и так, все я припаял, как видите, отмыл, чуть-чуть нету у меня кисточки, вот кисточка нужна, и этим ватными палочками кореноватенько получается, но все равно, отмыл, вот так припаял, могу сказать одно, не бойтесь, ничего страшного, как, ничего сложного, пайки нету, абсолютно ничего нету, а то я там не знаю, как паять, припаял провод, правда, вот разъемчик, мне нравится, вот такой мне нравится разъемчик, но, 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 ладно, что-нибудь придумаем, может быть, общий какой-нибудь одеть сюда, так, что плюс-минус, минус-плюс, кондиор припаян, и все припаяно, сейчас подам питание, и проверю, все ли нормально, или не все, сначала, надо взять, прибором проверить, прозвонить, есть коза, или нет козы, есть коза, нет козы, да нет, козы нету, наоборот, тоже козы нету, просто кондер зарядился, и все, ну что, сейчас подключимся, первое выключение, я так делаю, в всяком случае, без самого контроллера, чисто с регулятором, напряжение небольшое, так, у меня тут есть, ну, ограничитель тока, ну, ну, хреновасенький ограничитель тока, поэтому, так, все верно, все правильно, не путать проводами, так, сейчас смотрим, ну, все, по логике вещей, все нормально, все отработало, нагрузка, то, что паяльник у меня здесь подключен, а так, нагрузка по нолям, сейчас даже паяльник отключу, посмотрю, да, по нолям, то и все нормально, ну, и что, теперь продолжаем дальше, собирать, итак, собрал я основное, то есть, регулятор я подключил, поставил, сверху контроллер, шлейф подключил, контроллеру, то есть, в принципе, ну, можно сказать, основное я сделал, осталось, конечно, еще здесь, все это навесить, передатчики, ну, GPS приемник, не знаю, буду ставить, не буду ставить, потому что на бетафлайн нужен, как зайцу, субсигнал, ты слетаешь на iNow, и далеко, другое дело, а другое, вот это, низко-близко, он, в принципе, и даром не нужен, типа, либо бетафлай, возврат домой, он определяется, не очень, качественно, и не очень хорошо, сколько я слышал, правда, только у одного, Жени, The Best, который, у того, все определяется, великолепно, ну, тот просто фанат, бетафлай, ну, я к бетафлай, отношусь, немножечко, хотя, честно, я на синеву, пиолетаю, без каких-либо проблем, и бетафлай, но там тоже нету, никакого GPS, ничего, но хотя, я хочу туда попробовать GPS поставить, ну, проверить, ну, сначала, наверное, на этом я проверю, а потом уже буду туда ставить, или наоборот, ну, ролик, короче, увидите, если я это все буду проверять, ну, а сейчас я хочу подать питание на квадрокоптер, и уже, и подключиться к бетафлай, и проверить, как он будет работать, запустил я бетафлай, контроллер питания подключил, теперь подаем питание, сначала подаем питание, а потом уже подключаемся к компьютеру, так, ну, все, заработал, зафункционировал, но бетафлай пока не видит его, потому что я еще его не подключил, так, теперь берем, подключаемся к бетафлай, ага, неправильно пытаюсь запихать, ну, все, как видите, бетафлай тоже отобразился, но музыка проиграла, мотор работает, то есть регулятор все-таки отработал, моторы есть, ну, а теперь все-таки хочу проверить, как вращаются моторы, и действительно, не они хороши, плохи, ну, сейчас покажу, так, не буду я тут все остальное, только моторы, так, включаю, что я понимаю всю опасность, винтов нету, так, и поехали, опа, запустили, кстати, очень классно, что я могу сказать, вы сами слышите, работа великолепная, по сравнению с моими 2207, правда, битые, перебитые, но там шум, конечно, побольше, а здесь они вообще, шепчут, шепчут, так, теперь надо посмотреть, вращение, значит, у нас здесь перед, поэтому, если посмотреть по, значит, это четвертый, второй, ну, всяком случае, не должны крутиться внутрь, так, этот внутрь крутится, этот наружу, эти два крутятся вовнутрь, и что интересно, я во время пайки, вот эти, они же идут, три штуки, три провода вместе, я их и так же, первый, второй и третий, и что интересно, все-таки, два мотора, вот один я, все-таки сделал, что получается, первый, потом крайний, второй и третий, вот они крутятся верно, а вот здесь, неверно, хотя я то же самое делал, именно, первый, второй и третий, как положено, по очереди, то есть, надо было, и здесь тоже, перепутать, как я, и на том перепутал, так что, как говорят, не было бы, счастья, да несчастье помогло, или наоборот, не было бы, несчастья, да счастье помогло, ну что, реверс это мы сделаем, уже был Хелли Сьют, все, продолжение следует, по сборке, моего аппарата, очередной этап, проведение, квадрокоптера, на раме, марк 4, ну что сказать, я припаял, вот провод с разъемами, два, это у нас, передатчик, ну это одно и то же, имеется в виду, это выход с передатчика, а это, вход на контроллер, и, так, и да, и с этой стороны, я припаял, на камеру, почему, не наглуху припаял, ну сами можете, зайти на Алиэкспресс, и посмотреть, какие сейчас цены, если я брал этот, что-то в пределах, 5 рублей, то он сейчас ставит, что-то в пределах, 9 рублей, но раму я не смотрел, также и камера, что-то встала, почти 4 рубля, поэтому придется, с одного снимать, на другое ставить, а чтобы снять, и поставить, чтобы лишний раз не паять, и просто разъемы, перепаять, поэтому я еще заказал разъемы, так и будет, ну один из моментов, конечно, вот это у меня силиконка, это старый, где-то я нашел, эта силиконка, а вот это ПВХ, ПХВ, ПВХ точнее, и он, естественно, жесткий, хотел заказать силиконку, но силиконки, у китайцев, что-то я не нашел, и еще один из моментов, если взять контроллер 405, там расстояние между контактами, намного больше, а здесь, до такой степени, все это, натыкано рядом, поэтому, когда паяете, и, конечно, 100-ваттным паянником не получится паять, жало должно быть тоненькое, и поэтому, аккуратненько, все это вы паяете, не обязательно с использованием флюса, потому что, если вы без флюса будете паять, или с плохим флюсом, то закончатся те, что вы перемкнете площадки, теперь еще осталось мне припаять, вот такой же, но у меня нету, 4-х пиновый, только 6-ти пиновый, но выкину, два штуки, как вот здесь выбрал, убрал две штучки, и у меня он стал 4-х пиновый, на передаче, Crossfire, тоже деваться некуда, хотел заказать, раньше два приемника, стоило 5 рублей, 5 тысяч, а сейчас, один он стоит, 5 тысяч, поэтому, как говорится, чем богаты, тем и рады, что есть, то есть, что успели взять, то успели, я не думаю, что китайцы, после того, что сейчас происходит, что-то изменится, да ни черта не изменится, продолжаем, дальше, дальше,